итак я снова с вами мои немногочисленные зрители теперь я нахожусь малайзии в городе малако торговой столицы мира 15 16 веков вот знаменитая джонкер волк вот мы сейчас по ней прогуляемся здесь рядом какая-то методистская церковь по моему методистами по моему протестанты насколько я знаю ну судя по стилю это протестантской церкви ну и вот первая достопримечательность которую я толком объяснить пока не могу в общем это какой-то известный малайзийский культурист это его джим он был мистером олимпия по моему ганг ганг бун леонг короче говоря надо это все как-то перечитать я вам потом все расскажу вкратце ну вот так вот оказывается малайские культуристы этого не какой-то мем да то есть но посмотрите хотя это похоже на мем короче говоря вот так вот вход в таком стиле азиатском вообще малайзия очень понравилась с первого любовь с первого взгляда просто мем какой-то штанга ведь вот такая вот тут как бы сказать что ты что-то и много чего не знал о малайзии видимо и вообще ничего не знал честно говоря ребята я не готовился вообще просто просто визовое урегулирование не более того но когда приехал сразу понял что здесь очень интересно так мы это прям какие какие-то прямо как сказать но не самый хороший район короче если вы поняли сейчас мы пойдем по знаменитый джонкер джонкер волк я вышел пол одиннадцатого утра и уже была жара такая что индия отдыхает нервная куриц сторонке настолько здесь было жарко так шинки машинки так и чё тут еще написано самбутан куланг танкунки амбун кам короче дипломатик малайзия чайна ага вот так короче заезд в малайзию довольно простой но нужно некоторые вещи помнить я слава богу сделал брони отеля и визы и это очень помогло потому что я нарвался на очень такого взыскательного пограничника и он прям так все внимательно смотрел у меня даты не совпадали выезда из отеля и вылета из Таиланда но я ему сказал что на всякий случай джастин кейс вот мы и попали в знаменитую сейчас время часов 12 здесь очень мало людей я с вами первый раз здесь поэтому наверное в кадр попадут не самые лучшие виды а первое впечатление да такое которое часто бывает сумбурное поэтому не обессудьте потом я поправлю я потом сниму самые главные места так я даже не знаю это буддийский храм китайский храм ну короче говоря религиозное сооружение о май гад вот мой чай сейчас мы поищем пуэр мне нужен пуэр я очень устал в индии без пуэра пуэр лепешка за 5 долларов это как бы непонятно за 5 тысяч рупий это непонятно чего я надеюсь что здесь здесь будет полегче хотя это наверное сладость это наверное не чай да да ну здесь такая вот еда ну и дети конечно азиатские из баллов они не так а что у нас тут еще вот чай чай где тут чай а это какие-то виды лапши понятно ай 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 недовольный ребенок плохо обслуживают так велкам тут джонкер волк ну короче да сейчас рановато 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 конечно тут наверно будет тьма народа хотел рассказать еще как я попал в малайзию как проехал в общем граница довольно плюшевая но надо обязательно обязательно иметь могут спросить это в принципе не сложно сделать на букинге есть раздел отели не требующие предоплаты ну вот там вот как бы сказать зарегистрируйте получите в приложении ордер на регистрацию подтверждение вот с ним прямо к пограничнику показываете все нормально а билет можно зарегистрировать через агентру это не реферальная ссылка я просто не просто он не это самое сам это сделал в общем это дешево да то есть относительно дешево скажем меньше тысячи рублей вот еще один храм да а вот малако неожиданно религиозное место так вышел очень сильно хотел есть зашел в первое попавшееся заведение и поел за вкусная курица конечно за двадцать две за двадцать две местных только единички это регенты вот видите тети здесь ходят и девушки ходят в платках как бы выглядит максимально по колхозному не хочу никого обижать но все-таки попахивает колхозом так вот здесь какая посуда здесь может быть и чай кстати надо начинать искать коэр не зря же я приехал малайзию так палочки ничего себе палочки здесь тоже колец я думаю это сувенирный магазин это это не вон увлажнители воздуха не знаю зачем они здесь все-все я хожу все меня выгоняет выгоняет выгнали короче говоря китайцы выгнали меня так так еще один храм ну надо же на зависть патриарху кириллу построим тысячи храмов да то есть какой то даже служба идет ну довольно стильный по моему короче поел я за там примерно двадцать две двадцать два местных рингента оказалось что буквально просто я не это самое не дожил до этого момента оказалось что за углом ну примерно такая же курица по семь да то есть ну понятно там кафе без дизайна все простенько но в моих условиях это спасение по двадцать две я не могу есть курица любой дурак может ездить с деньгами это вообще для слабаков а вот без денег попробуйте без денег оказаться в таком мире а вот здесь кичуане кстати дают на канале посмотрю оу май гад чуть не упал десять это какие то напитки надо немножко знать это ты сейчас наберешь чего нибудь у нас вообще такой малайзия такая довольно художественная страна неожиданно это куры милака фреш пока что я не вижу где здесь чай можно купить у меня официант спросил в этом заведении где я ел курицу дринк я говорю лимонтий а он говорит тебе какой ну типа горячий или холодный я говорю ход и он мне приносит просто чай в который он большой стакан в который он насыпал льда вот так вот вот такая тут стилистика вот люди снимают ля быстро это все еще утро тут люди еще вот раскладывают а джаз лук сэр джаз лук джаз лук а им фёздэй визит первый день пока джаз лук а то у меня тут насыпите не пойми чего ну вот тут да тут еще так это так это все довольно ярко ага он я вижу пулвер сейчас мы спросим здесь какое-то дорогое место судя по всему здесь пулвер вот он пулвер вот это мой любимый пулвер блин сколько он тут я не вижу блин не вижу блин ах сколько не вот это вот здесь здесь 1 6 1 6 а что он тут ну-ка а там есть известные чаи я вижу а а а а так 2015 год а а блин они уже 5 на то ух ух а это дорогое тысяча а 8 чего 118 ну это да 169 дорогие а чип есть чипыр 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 ну 169 это дорогое 169 это 20 долларов короче говоря окей мадам thank you блин ну тут дорогие там конечно где-то известная марка с этим домиком сто сто двадцать сто шестьдесят регентов это блин сколько нужно четыре ну тридцать сорок двадцать пять долларов не но мне нужен чипыр какой-нибудь простенький ну вот тут всякое барахло продают такое как ни странно здесь можно что-то найти здесь говорят очень развитые в Малаке очень развитый рынок антиквариата потому что в пятнадцатом шестнадцатом веке это было вообще то есть знаменитый Малакский пролив да за него шла война между португальцами голландцами англичанами а вот здесь только короче не было да то есть поэтому здесь люди очень терпимые здесь такой культурный фьюжн во всяком случае я ожидаю так я не знаю как это в реальности ну а вот такие вот улочки азиатские да кто хотя бы год прожил в Азии того Азия изменила навсегда это вам я точно скажу да здесь наверняка можно что-нибудь антикварное найти среди этого барахла да короче говоря чай надо покупать не на лонгер стрит то и волкин а искать места попроще и здесь для туристов я так понимаю здесь прям прям все да ну полдень полдень уже выкладываете люди джонкер волк правильно называется вот здесь массажность май спа джонкер да то есть 38 массаж 28 ног боди 40 в общем наверное подороже чем в Тайланде насколько я понимаю вот какой-то такой ресторан типа ресторанище вот это прикольный вентилятор вот так вот смотрим смотрим во все глаза что тут происходит я кстати разбил китайскую гайваньку мою для повера очень жалко было я ее привез из Непала но здесь как я вижу это не проблема там была вообще такая коллекционная очень жалко так вот китайчики снимаются видите в принципе браво так пройдем посуда что это такое рынок ну уже много народу даже полдень вот так вот знаменитая джонкер волк так на меня надо идти по теневой стороне иначе моя камера просто откажется служить так такие игрушки тут шляпки 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 игрушки тут многие за камеру ругаются так что иногда придется выключаться ну вот видите да то есть китайский мир а вот это такое это такое заведение что в него такая очередь джонкер 88 называется и это и это в полдень вот так вот так так ладно с камерами пока по магазину сильно заходить не будем чтобы не раздражать месту и китайской общественности и и и и и и и мы как-нибудь прорваться и и и и ну да видите китайский селфи беспощадно просто не пройти тут Причем салфица бабушка. Ну вот, это этническая одежда. Вон даже я вижу красивые нитки платья. Небольшой специалист, но, по-моему, красиво. Латсенс. Латсенс, магазин Латсенс. Еще одно заведение. Что-то тут сурк, лимджуйс, сок какой-то за 4. За 4? А это 1 доллар, да? То есть приблизительно чуть помешало. Так, а здесь что, сколько стоит? Чикен райс 8,50. Блин, я за 20 поел. Сейчас обидно было. Тем более, что здесь нормальное заведение. Да, короче, вот когда в первые дни приезжаешь в какое-то место, прям каким-то мифическим образом тебя находят затратные ситуации. Джонгер Крафт. Ну, вот у всех эти шляпки. Ну, вот гайваньки, пожалуйста. Гайваньки. Там, да. Так, сколько они стоят? Ну, это, конечно, не такие, как у меня были. Двенадцать. Три доллара, да? Ну, у меня, конечно, была художественная. Как бы, ну, такую куплю. Три доллара. Вот такие здесь цены. Кажется, Малайзия дорогая страна. Но здесь очень дешевая одежда. И говорят, электроника дешевая. Я, честно говоря, еще не смотрел. Не подходил к электронике. Одежду так, мельком подходил. Ну, это такое, в общем, такие качественные реплики. Ну, они как бы не скрывают, что это реплики. Ну, говорят, качественные. Я спрашиваю, оригинал? Ну, типа, качественные. Квалити. Квалити копы. Я надеюсь, что они не имеют. Да, здесь популярная тема антиквара. Видимо. Так, всякие вот разновидности момошек. Я так понимаю, номер как-нибудь по-другому называется по-китайски. Там, по-моему, в Непале они назывались дамплинг, что ли. Если мне не изменяет память. Вот такие вот церквички. Вот, видите, молодые девушки. Штаны в обтяжку, нос в этом платке. Выглядит максимально колхозно. Ну, что ж. Люди соглашаются с этим как-то. Так, пройдем по этой переволочке. Джонкер, галерея. Ну, здесь, кстати, покруче, чем на Томеле. В Катманду есть райончик Томель. И там всякие сувенирщики, рестораны. Но здесь даже в полдень здесь покруче. Да, почему я, кстати, выбрал Малаку? Ну, я посмотрел по Ливен-Косту. Здесь в два раза, как бы, расходы ниже, чем в Куала-Лумпуре. Здесь такой, как бы, культурный, как я уже говорил, фьюжн многовековой. Да, то есть здесь много чего есть. И рядом, посмотрите, в самой Малаке. Вот видите, тут у меня уже решили, что я такой богатый, сэр, что мне можно массаж сделать. Ну, только если фри. А так? А так, ну, то, что еще произвожу впечатление, сэр, это не так плохо. Это даже оптимистично для такого вагабонда, как я. Так. Там еще какие-то улочки. Ну, сейчас мы все-таки пройдем на эту улочку. И посмотрим, что там. Тут скопление машин. Вообще, все это состоит из каких-то очень маленьких улочек. Очень такая азиатская обстановка. Ну, после Индии это вообще другой мир, я вам скажу. В Куала-Лумпуре я совсем не задерживался. Я сразу хотел оттуда вырваться, доехать до Малаки. Я уже потом, когда здесь более-менее разберусь, чтобы не делать лишних трат. Съезжу в Куала-Лумпур. Ну, так получилось, что ту рекомендацию, которую мне дали, она немножко была запутанная. И в итоге я просто лишних денег потратил и промотался там. Где-то там с 8 утра, да, только в обед я выехал в Малаку. Здесь, конечно, мне сразу же таксист наказал на 30 рингитов, да. То есть, на самом деле, можно было доехать за 12, да, как выяснилось. Вот, всегда так бывает, когда ты приезжаешь в какое-то новое место, ничегошеньки не знаешь. И все эти расходные ловушки, они как бы тебя всегда... Так что тут не стоит сильно отчаиваться, это нормально, это у всех, как бы сказать. Немножко осмотришься и просто какие-то большие покупки лучше не делать в первые дни. Как бы, так сказать, никакую там долгосрочную аренду не надо проплачивать в первые дни. Лучше посмотреть, да. То есть, кстати, где я заселился? Я заселился в капсульном отеле, очень таком технологичном. Если скидку не сделают, то я уйду оттуда, потому что немножко дороговато. Но вроде бы он обещал скидку. Если скидку сделают, долларов, скажем, до 8-9, если он опустится, то я как бы останусь. Потому что там бесплатный чай, бесплатная вода, можно абсолютно персональное пространство свое, как бы сказать, в правеси. А вот она, знаменитая река, вот она, которая на фотографиях кругом, кругом. Ну, да, вот он парусник. Вот она история с спекуляциями, специями 15-16 века. Вот она. Да. World Tourism Day, так. Международный день туризма, да? Что за международный день туризма? Так, ну давайте посмотрим, что там есть еще. Так, нам надо как-то будет сейчас еще на Голландскую площадь попасть, чтобы я прям сегодня это все смонтировал и выложил. Хотя смонтировал это сильно сказано. Ничего я не монтирую, одним кадром все выкладываю и все. Кому интересно, кто-то меня смотрит. Это скорее дневник моих личных путешествий. Я его особо не продвигаю. Так что те, кому интересно такого рода путешествия, в одиночку дикарем с деньгами, с небольшими деньгами или без денег вовсе. Вот, пожалуйста, welcome. Да, здесь такие вот отличные трамвайщики. Так, блин, хотя бы один раз, конечно, надо как-то попасть на него, прокатиться по этой речке. Так, что-то, Баррио. Видите тут? Ну, что-то сейчас здесь не очень много народу. Сейчас эпицентр движения в несколько другом направлении. Так, смотрим, куда эта река идет. Так, ну я здесь перейти не смогу. Я бы хотел поближе подойти к этому, к этой каравели. Но вот не удастся здесь пройти. Там, видимо, подальше есть какой-то, наверное, мостик. Или еще что-то. Хотя, какой здесь мостик? Как они будут здесь сплавать, если здесь будет мостик? То есть какой-нибудь там разводной. Ну, в общем, в одном из ближайших видео мы приблизимся к истории. А так, для тех, кто не знал, Малакский пролив был конкурентный с зоной сразу нескольких стран. Голландия, Англия, Португалия и, по-моему, даже Испания. Короче говоря, я еще внимательно прочитаю это. И вкратце вам все изложу. А так, ну, говорят, что такой многовековой культурный фьюжн он сложился благодаря тому, что здесь такая терпимость еще с тех времен. они мне кричат или что? Я просто по телефону разговариваю, не знаю. Вот так вот. сейчас вернемся на джонкер-волк. Так что... Да. Ну, в реке есть небольшой запах. Ну, так терпимо, но запах есть. Не резкий, скажем так. Вот такая тут реал-эстейт. Или что это? Это отель. Хирин. Пятизвездочный отель. Слушайте, ну, замечательно. Очень ярко. Прямо очень ярко. Так, как бы нам теперь вернуться на джонкер-волк. По-моему, я там вижу вход. Здесь, кстати, в отличие от Индии, очень довольно много дорогих машин. Это как бы удивительно. Вон они, красавчики китайские. В Куалумпуре видел район Little India. То есть, когда буду ехать в Куалумпур, обязательно зайду, посмотрю, что там, насколько там Little. Вот так вот. Это первый день. Ничего не знаю, ни к чему не готовился. Но все очень, все очень красиво. Очень ярко. Вот такие вот кафешки, рестораны. Ну, давай посмотрим, сколько тут стоит. Надо как бы это понять. Где же они и есть по нормальной цене? Шоколадный смузи 10. 2.50. Но это не дешево. Так, здесь вот тоже дешево. 15. 80. То есть, напоминаю, 1 к 4. Считаем доллар. Кредитов. Именно так. Вот такие заведения. Так, ну, в эту поездку мне не удастся посетить такие заведения. А, ну, тут какие-то прям дорогие. 38, 20. Это дорого. Счастливый китайцы. Думаю, сейчас я сегодня куплю, блядь, за 30. То, что стоит 7. Ну, и так вот. Кайдзак, Малайфуд, кафе. А, вот такие китайские мид. Так, смотрим, сколько это стоит. Так, чекен на пару 15-25. Ну, здесь тоже не дешево. Ну, это все-таки центр. Это все-таки центр. Hard Rock Cafe. Хоти-кафе. Так, что это такое? Ла-ла-ла-ла-ла. Лу-ла-ла-ла. Лу-ла-ла-ла. Ну, вот так выглядит Hard Rock Cafe в Малаке. Так. А, это эти дурианы, что ли? Честно говоря, так я их и не ел. И даже не знаю, хочу я их есть или нет. Так, вот взгляд на эту реку. Вот, да, мостик все-таки есть. Вот, как говорится. Не знаю, пройти. Ну, можно пройти. А, вот Голландская площадь. Вот она, Голландская площадь. Вот, видите, все малайцы в этих. Женщины-малайки. Как их правильно называть? Малайки. Малайки. Все в платках. Вот она, Голландская площадь. Вот такой маленький этот. Ну, конечно, на экране выглядит более пафосно. На самом деле здесь все мелким шрифтом. Очень маленькое все. Ну, очень уютно. Очень уютное место. Прямо, коровы. Коровки. Коровки, коровки. Пастушок такой молоденький-володенький. Это как-то казаков ляпнул такой в фильме. Ну, вот надо же. На экране компьютера это выглядит, как, не знаю, пятиэтажное. Это просто небольшой флигель. Вот так вот. Не верь глазам своим. Так, тут малайцы в перемешку с китайцами. Он какая-то экзотическая личность. Просто снимается, чтобы селфи делать. Так, что у нас тут? А, вот такие здесь повозки, да. То есть я про это слышал, да. Так, давайте возле них пройдем. Сейчас они меня будут заманивать. А этот перец, он все стоит. А он, видимо, уже фотографируется. Вот такие красочные повозки. Ну, в Непале там белорицы такие же. А здесь прям хеллукики, короче. Вот так вот, да, то есть. О, next time, next time. Вот так она выглядит, Голландская площадь. Так, а куда эта дорожка ведет? Нет, это особо никуда не ведет. Ладно, попробуем пройти парочнику. Прикоснуться к истории. Не все любят историю настоящую. Многие люди любят просто мифы. И когда все люди любят просто мифы, а ты любишь настоящую историю, в таком мире жить трудновато. Ну, вот они. Вот они, красавчики. Тут Супермен. Хеллукити. Ну, да, Хеллукити. Какой-то педобир. Почему-то розовый. Так, эти акулы. Мемли. Так, это вообще будет Пикачу. Или что это? К своему стаду я их не знаю, короче говоря, всех этих штанажей. Ну, вот так вот они катаются. Туристы довольны. Ну, вообще, просто довольно сомнительное удовольствие. Если честно говоря. Так, вот сейчас маленькое, что это в Малаке, это я. Это Милака по-малайзийски, да, то есть, а вот я. Так, продолжим. Ага, вон, видите, пушки вот так отбивались. Так-то оно отбивались. Ага. Вот и сохранилось. Милака порт. Так, опять. Охотники за халявными специями подплывали, видимо. Их встречал в реке плотный огонь. Да. смотрим, что тут еще. Так, давайте сделаем небольшую небольшую мою паузу. Ну вот мы и приблизились к истории. Ну вот начинается эта музыка теперь глупая абсолютно из-за нее будут меня блокировать, да, то есть чушь какая. так, ну вот еще один едет тут. Придется вырезать. Ну вот она история. Видите, тут тикеты. Сколько тикеты стоят? Сколько тут они выглядели? Сколько там тикеты? 10, 20. Я так понял, что взрослые 20. Так, ну тут иностранцам вроде нет никаких ссылок 20, но это еще терпимо. потом мы как бы сходим сюда поснимаем. А так вот смотрите какие величественные мачты. Ну что так вот сюда мы обязательно зайдем. Не, ну красавчик, красавчик. Красавчик. Ничего не скажешь. Не знаешь чей это португарский, голландский. Ну кстати малайцы ни мужчины, ни женщины чисто внешне не производят впечатление прекрасных людей. Индусы и индуски намного покрасивее. Прям намного. А это уже как бы современные. Вот какие-то современные, да. Вот так попил, выброси мусор. В Индии порой нельзя найти мусорницу. Со мной было путешествие один очень воспитанный человек, который долго искал где выкинуть бумажку от конфеты в Индии. И честно признался, что он ее просто съел, потому что не нашел мусорницу. Забавный случай, так сказать. Ну вот они коренные малайцы, видите. Такие девушки такие нарумянинные, парни одеты. Многие правда под корейчиков кросят, косят. и вот. Ну что тут красиво есть. Итак, еще раз возвращаемся на нашу голландскую площадь. Попытаемся вернемся на Джонкер стрит, что эти так сказать такси с музыкой они мне тут просто забанят все видео просто достали. Невозможно избавиться от этой музыки. Вообще такой репертуар. Так, ну вот она речка вот какие. мелака ривер, но не ресторан. Неплохо. Неплохо. репертуарно. Так, мы сегодня вечером поснимаем. пройдем за хардруб кафе. Что там? Вот, видите, как живописная площадь какая. Китайские дракончики. Говорят, в Малаке постоянно идет Новый год. Индийский, католический, протестантский, православный, короче, китайский, вьетнамский. В общем, сплошной Новый год. Малака 24. Так, как нам тут с китайчиком разойтись по дорожке? Какайте. Так, здесь очень низкие дорожки, очень много зелени. Что-то урбанисты. Где Варламов? Варламов. Наведи порядок против в конце концов Милаки. ровно. так население не будет заходить так слегке осмотр что все равно ничего сейчас не восприму слишком много красок до сегодняшний день вот такое искусство на улице открытые пилочки очень мило но в общем кратко резюме с малако я не не ошибся замечательное место пока я не вижу особой дороговизны просто не могу ловиться на все эти сомнительные предложения за вышли лицами на так вот посмотрите посмотрите какая красота венеция просто венец французики французики видите общительные французы риал фрут айскрим ну название ну вы понимаете риал фрук короче так опять музыка в брен я даже не знаю опять там будет придется что-то вырезать ужас придется повозить сегодня из-за этой музыки удача харбор слышите как замечательно здесь вообще 8 мило блин почему я раньше про это не знал а это уже видимо католическая церковь 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 святого франциска ксавьера да это католическое ну тут они воображают себя парижанами короче говоря парадайз и то вообще слегка плещется вода где-то там ну Вдалеке-вдалеке. Люди там что-то говорят, но в общем, все неплохо здесь. Так, это местные жители. Так, ну вот здесь мост. Дальше мы, наверное, не пойдем сегодня. Мне кажется, сегодня я уже... Или, может, через мост перейти. Наверное, через мост надо перейти, посмотреть еще. Наверное, наверное, не осилил. Воронка. Блин, что это такое воронка? Какое-то прямо это... Какое-то заведение такое готическое, что ли. Или с привидениями, типа. Так, маленький, короткий. Сделаем трип за мост. Мы вернемся, наверное. Вот отсюда католическая церковь выглядит неплохо. Город небольшой, в принципе. 500 тысяч населения. Так, вот карта. Надо будет как-нибудь поглядеть, чтобы немножко ориентироваться по главным местам. Это что, индийская, что ли? Четина от ресторана нет. Это не индийская, что-то другое. Что-то другое. Здесь что-то уже так попроще. Но здесь, в принципе, жарче, чем в Индии. То есть я вышел в 11, я вот прям почувствовал такой жар, что я даже в Индии не всегда такое чувствую. Бывают, конечно, периоды, когда Индия невыносима жарует. Но здесь это прям сходу почувствовал, что здесь жарче. Так, ну опять тут музыка. Как-то надо отойти от этой музыки. Я не знаю, как решать эту задачу с этой музыкой. Чтобы меня не банили. Не присылали приглашения. Потому что эти самые всякие страйки там за музыку. Музыка немножко достает. Видимо, надо фон накладывать. Но у меня хорошего микрофона нет. Микрофона пока нет хорошего, чтобы впоследствии накладывать звук. Самое главное, что в основном музыка-то жалкая. Что там может быть за авторские трава там слушать? И невозможно. Кто это слушает? В общем, только что разменял по курсу 4.28. Купил. Получил регенты. Это хороший курс. В аэропорту менял по 4. А в целом, когда вышел с аэропорта, там цены были даже 3.80, 3.75, 3.85. Так что, ну, чтобы вы знали, если кто собирается путешествовать, что нормальный курс выше 4. Я просто небольшую сумму по 4 разменял в аэропорту, чтобы как-то передвигаться. Так. Так. Очень музыкальный народ. Как бы сказать, музыкальный лабуда со всех сторон. Так. Кто у нас тут? Какие-то свадебные платья. 80 рейтингов. Ну, это уже такая не особо туристическая зона. И здесь простая жизнь города Малаки. Так сказать, типичный Малака. Вот здесь, кстати, я могу и найти недорогой Пуэр. Чтобы не покупать там в туристическом районе по 20 долларов. Я думаю, что он стоит 10-12 долларов. Лепешка 357 грамм, если кто знает. Какой-нибудь нонейм там нормального качества. 10-12 долларов это. Ну, сейчас, так сказать, магазин с маршемой доступностью. Сейчас я в него пройду. Здесь, кстати, может быть. Дипуэр. Так, все у нас тут. Ну, вот. 3 доллара. А что тут за марками? Ашем? Ашем? А вот 4 доллара. Да, конечно. Очень тонкий. Прям вообще шикарный. Возможно, должна быть что-то купить. Если будет возможность. Да, правда, цены очень недорогие. Ну, 15-то тоже, да, где-то сколько там. Здесь половина, 4 доллара. В реальности это дешевле, чем в Индии. Ну, вот, 3 доллара. Как бы, блин. Вообще отличные. Отличные майки. Для ежедневной жизни в Азии такой кейшн стайл нормально. Кензо. Кензо за 3 доллара. Короче, вот такие вот цены. 3 доллара. Это еще ниже даже 3 долларов. Ну, простые, да. То есть, 2,5 доллара простые майки. Многие, кстати, даже совсем неплохие. Вот такая здесь. Так, 25 регентов. Эти самые кропсы, типа это псевдо-кропсы, я так понимаю, по 40 есть прям красивые такие. Ну, а в Вьетнамке 20 регентов. Ну, 25 регентов. Ну, 6 долларов, короче говоря. Прям нормальные цены тут. Ну, так. Ну, это, конечно, не Гуча. Ну, и тут можно ведь продавать марки. У меня Марвел 25. Такие вот кошки и штанишки. 23 регентов. Да, вправду. На простую одежду, более-менее качественную. Для каждодневной носки неплохие цены. Ну, вот так вот. Итак, еще раз возвращаемся на нашу Голландскую площадь. Попытаемся. Ну, наверное, вернемся на Джонкер-стрит. Потому что эти, так сказать, эти, так сказать, такси с музыкой, они меня тут просто забанят. Все видео просто достали. Невозможно избавиться от этой музыки. Вообще, такой репертуар. Так, ну вот она, речка. Вот какие. Мелако-ривер, но не ресторан, а? И неплохо. Неплохо. Так, ну сегодня вечером мы поснимаем. Пройдем за Hard Rock кафе. Что там? Вот, вы видите, как живописная площадь такая. Китайские закончики. Говорят, в Малаке постоянно идет Новый год. Индийский, католический, протестантский, православный, короче, и китайский, и вьетнамский. В общем, сплошной Новый год. Малако-24. Так, как нам тут с китайчиком разойтись по дорожке? Так, здесь очень низкие дорожки, очень много зелени. Что-то в Ирбанисте. Где Варламов? Варламов. Наведи порядок, в конце концов, в Милаке. Какое, что такое? Так, на сегодня не будет заходить. Так, легкий, легкий осмотр. Люди мы напрягались. Потому что все равно ничего сейчас не восприму. Слишком много красок за сегодняшний день. Вот такое искусство. Наловится. Ах ты, эти пилочки. В общем, мило. Ну, в общем, краткий резюмент. С Малакой я не ошибся. Замечательное место. Пока я не вижу особой дороговизны. Просто не надо ловиться на всякие сомнительные предложения. С завышенными ценами. Вот так вот посмотрите, посмотрите, какая красота. Венеция, просто Венеция. Так, французики? Я слышу французиков. Здравствуйте. 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 Спасибо, спасибо. Ну, вот видите, общительные панцузыри. Реалфрут айскрим. Ну, название. Ну, вы понимаете. Реалфрут. Короче. Так, опять музыка в Брин. Я даже не знаю. Опять там будет придется что-то вырезать. Какой ужас. Придется повозиться сегодня из-за этой музыки. Датча Харвард. Слушайте, как замечательно здесь вообще. Очень мило. Блин. Почему я раньше про это не знал? О, а это уже, видимо, католическая церковь. Церковь Святого Франциска Ксавьера. Да, это католическая. Видите. Ну, тут они воображают себя парижанами. Короче говоря, парадайз. Сергей называется парадайз. Слегка плещется вода. Где-то там. Вдалеке-вдалеке люди там что-то говорят. Ну, в общем, все неплохо здесь. Так, это местные жители. Так, ну вот здесь мост. Дальше мы, наверное, не пойдем сегодня. Мне кажется, сегодня я уже... Или, может, через мост перейти. Ну, не через мост. Надо перейти, посмотреть еще. Наверное, не осилил. Воронк. Блин, что это такое воронк? Какое-то прямо это... Какое-то заведение такое готическое, что ли? Или с привидениями, типа? Так, маленький, короткий сделаем трип за мост. Мы вернемся, наверное. Ну, вот отсюда католическая церковь выглядит неплохо. Город небольшой, в принципе. 500 тысяч населения. Так, вот карта. Надо будет как-нибудь поглядеть, чтобы немножко ориентироваться по главным местам. Харяум. Это что, индийское, что ли? Чуть и над ресторан нет. Это не индийское, что-то другое. Что-то другое. Здесь что-то уже так попроще. Но здесь, в принципе, жарче, чем в Индии. То есть я вышел в 11, я вот прям почувствовал такой жар, что я даже в Индии не всегда такое чувствую. Бывают, конечно, периоды, когда Индия невыносима жарой. Но здесь это прям сходу почувствовал, что здесь жарче. Так, ну опять тут музыка. Как-то надо отойти от этой музыки. Я не знаю, как. Как решать эту задачу с этой музыкой, чтобы меня не банили, не присырали приглашение, потому что эти самые всякие страйки там за музыку. Музыка немножко достает. Видимо, надо фон накладывать, но у меня хорошего микрофона нет. Микрофона пока нет хорошего, чтобы впоследствии накладывать звук. Самое главное, что в основном музыка-то жалкая. Что там может быть за авторские права там слушать, и невозможно. Кто это слушает? В общем, только что разменял по курсу 4.28. Купил. Получил регенты. Это хороший курс. В аэропорту менял по 4. В целом, когда вышел с аэропорта, там цены были даже 3.80, 3.75, 3.85. Так что, ну, чтобы вы знали, если кто собирается путешествовать, что нормальный курс выше 4. Я просто небольшую сумму по 4 разменял в аэропорту, чтобы как-то передвигаться. Так. Очень музыкальный народ. Как бы сказать, музыкальные лабуда со всех сторон. Так. Что у нас тут? Какие-то свадебные платья. 80 рублей. Ну, это уже такая не особо туристическая зона. И здесь простая жизнь города Малаки. Так сказать, типичный Малака. Вот здесь, кстати, я могу найти недорогой Пуэр. Чтобы не покупать там в туристическом районе по 20 долларов. Я думаю, что он стоит 10-12 долларов. Лепешка по 357 грамм. Кто знает. Какой-нибудь ноу-нейм там нормального качества. 10-12 долларов это. Сейчас, так сказать, магазин с большей доступностью. Сейчас я в него пройду. Здесь, кстати, может быть и Пуэр. Таксо, масте. Таксо, масте. Продолжение следует...